МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если бумага, у него есть определенный срок разложения, то пластиковая бутылка за тысячу лет даже не разлагается. Поэтому вот сейчас, собрав эти бутылки и сдав их на переработку, на вторичную, потому что мы нашли и фирму-партнера, который забирает эти бутылки, перерабатывает и пускает, дает им вторую жизнь, и город становится чище. Сделать город чище и воспитать ответственное отношение к окружающей среде – не только задача администрации района. Фирма-переработчик преследует эту же цель. Мы уже приучили многие школы, детские учреждения бережно относиться к вторичному ресурсу. То есть дети собирают макулатуру, и мы у них ее забираем. Сбор макулатуры у детей воспитывает бережливость, практичность. То есть дети видят, куда поступают их средства, на которые они собрали макулатуру. И то есть интерес у них есть. Организованность уровня, организованность очень высокий. Стараются быть ответственными. Руководство школы такой общественно полезный труд считает значимым в педагогическом процессе. Поэтому всегда с радостью рекомендует школьникам участие в благородном деле. Предложил нам в этой акции поучаствовать администрация города Ульяновска и непосредственно глава администрации железнодорожного района Трофим Владимир Иванович. Мы эту акцию поддержали, обсудили с детьми ее. Недавно участвовали в другой экологической акции «Собери макулатуру, посади каштан Победы». Мы с ней поучаствовали достаточно успешно. И потом вот решили, что сбор макулатуры – это достаточно тема такая уже известная, многие в ней участвуют. Решили попробовать вот в другой экологической акции поучаствовать и стать ее как бы стартовой площадкой. Организаторы и участники акции говорят, что основной сбор пластика еще грядет. Не все скверы и газоны полностью освободились от снега. К участию в ней приглашаются все горожане. Если вы любите свой город, помогите сделать его чище. Чтобы принять участие в акции, нужно связаться с администрацией железнодорожного района. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.